День воскресный есть неприемлемая нами, пока мы с плотью и кровью, тайна ведения истины, и она превосходит помышление. В семь веки нет дня осьмого, не субботы в подлинном смысле, ибо сказавший «почий Бог в день седьмой, бытие» глава 2, стих 2, означил «отдохновение по совершении течения жизни сей, потому что гроб есть тело, и оно от мир». Шесть дней совершаются в делании жизни хранением заповедей, седьмой день весь проводится во гробе, и осьмой – в исшествии из гроба. Как удостоеваемые в притче приемлют здесь тайны воскресного дня, а не самый день в существе его, так и подвижники в притче приемлют тайны субботы, но не в действительности самую субботу, которая есть «отдохновение от всего скорбного» и совершенное упокоение от беспокойства. Ибо таинство, а не истинную действительность, устроит дал нам здесь Бог. Истинная и несравненная суббота есть гроб, показующий и знаменующий совершенное упокоение от скорбей, от страстей и от сопротивного покою, делания. Там субботствует человечество, и душа, и тело. Бог в шесть дней привел в порядок весь состав мира сего, устроил стихии, состав их придал приснодвижному движению для служения, и не остановятся они в течении до своего разорения. Их-то силою, то есть силою первобытных стихий, составил он и наши тела. Но и стихиям не дал покоя в движении их, не телам нашим, и стихий, происшедшим, отдохновение от деланий. Предел же отдохновения от деланий положил в нас тогда, как тела наши последуют первому своему сродству, и это и есть разрешение от жизни сей. Так и Адаму сказал, «В поте лица твоего снеси хлеб твой, и долго ли будет сие? Донде же возвратишися в землю, от нея же взятхи си, и которая возрастит тебе терния и волчцы». Бытие, глава третья, стихи восемнадцатые и девятнадцатые. Вот тайны деланий жизни сей, пока ты живешь. Но с той ночи, в которую Господь излиял пот, переменил он пот, изведший терния и волчцы, на пот, проливаемый в молитве и вместе в делании правды. Пять тысяч и пятьсот слишком лет Бог оставлял Адама трудиться на земле, потому что дотоле не уявися святых путь, как говорит божественный апостол. Послание к евреям, глава девятая, стих восьмой. В последок же дней пришел и заповедал свободе один пот заменить другим потом. Дозволил не отдохновение от всего, но применение всего. Потому что за продолжительность злострадания нашего на земле оказал нам свое человеколюбие. Посему, если пристанем проливать на земле пот, то по необходимости пожнем терни. Ибо по той же необходимости оставление молитвы есть делание отелесения земли, который естественно произращает терния. Действительно же страсти сутерния и произрастают в нас от сеяния в тело. Послание к галатам, глава шестая, стих восьмой. Пока носим на себе образ Адамов, необходимо носим в себе и страсти Адамовы. Ибо невозможно земле не произращать прозябений, свойственных природе ее. По рождении же ее естества есть земля тел наших. Как гласит Божие свидетельство, земля, от нее же взят виси. Бытие, глава третья, стих девятнадцать. Та земля произращает терния, а сия разумная – страсти. Если Господь по всему был для нас образом, в таинстве, во всех различных действиях домостроительства своего, и даже до девятого часа пятка не приставал от дела и труда, а это и есть тайна делания нашего на целую жизнь, в субботу же почил во гробе, то где утверждающий, что в жизни еще есть суббота, то есть отдохновение от страстей? О дне же воскресном высоко для нас и говорить. Наша суббота есть день погребения. Там действительно субботствует естество наше. Ежедневно же, пока стоит земля, належит нам нужда исторгать из нее тернии. За продолжительность только нашего делания оскудевают сия терния, потому что не всецело очищается от них земля. И если это так, и при временном облинении, и при малом нерадении умножаются тернии, и покрывают лица земли, подавляют посеянное тобою, и труд твой обращают в ничто, то каждый уже день должны очищать землю, потому что прекращение очищения увеличивает множество тернии, от которого доочистимся по благодати единосущного и единородного Сына Божия. Ему слава со безначальным Отцом и животворящим Духом вовеки. Аминь. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Глава 10. Стихи 1-9. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Господь часто оставлял Иудею по причине ненависти к нему фарисеев. Но теперь опять приходит в Иудею, потому что приближалось время его страданий. Впрочем, он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только в пределы иудейские, чтобы оказать пользу незлобивому народу. Тогда как Иерусалим по лукавству иудеев был средоточием всякой злобы. И посмотри, как они по злобе своей искушают Господа, не терпя, чтобы народ уверовал в Него, но всякий раз приступая к Нему с намерением поставить Его в затруднение и припереть Его своими вопросами. Они предлагают Ему такой вопрос, который ставил Его между двух пропастей. Позволительно ли, говорят человеку, отпускать от себя жену? Ибо скажет ли он, что это позволительно, или скажет, что не позволительно, во всяком случае они думали обвинить Его в противоречии закону Моисееву. Но Христос, премудрость самосущая, отвечает им так, что избегает их сетей. Он спрашивает их, что заповедал им Моисей. А когда они отвечали, что Моисей заповедал отпускать жену, Христос объяснил им самый закон. Моисей, говорит он, не был так немилостив, чтобы мог дать такой закон. Но он написал это по причине вашего жестокосердия. Зная бесчеловечий евреев, такое, что муж, не возлюбивший свою жену, легко мог бы убить ее, Моисей дозволил мужу отпускать жену нелюбимую. Но изначально не так было. Бог сочетал два лица с союзом супружества так, что они составляют одно, оставляя даже своих родителей. Заметь, что Господь говорит, Бог не дозволяет многобрачия. Так чтобы одну жену можно было отпускать, а другую брать, и потом опять эту оставить, а сочетаться с иною, если бы это было угодно Богу, то он создал бы мужа одного, а жен многих. Но произошло не так, а сотворил Бог мужчину и женщину, чтобы сочетовали с один муж, с одной женою. В переносном же смысле можно разуметь это так. Слово «учение», бросая добрые семена в душу верующего человека, имеет значение мужа для приемлющей его души. Оставляет же слово «учение» отца своего, то есть «выспренний ум» и мать свою, то есть «украшенную речь» и прилепляется к жене своей, то есть к пользе души, приспособляется к ней и предпочитает часто мысли невысокие и речь простую. И тогда они оба становятся единою плотью, то есть душа верует, что Слово Божие стало плотью, и уже никакой человеческий помысел не может отлучить душу от такой веры. Стихи 10-12 В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, «Кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее, и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Так как и ученики соблазнялись касательно развода мужа и жены, то и они приступают к нему и спрашивают о том же. Их образ мыслей еще несовершенно был здрав. Господь отвечал им, «Кто отпустит жену свою и возьмет другую, тот становится прелюбодеем с этой второй женой. Так же и жена, оставившая своего мужа и сочетавшаяся с другим, делается прелюбодейкой». То мужество в покаянии, какого отцы требуют в божественных своих писаниях, и ту силу его, какая изображена в писаниях апостолов и пророков, не должны мы обращать в пособие к тому, чтобы грешить и разорять ненарушимые постановления Господни, какие от дней древних устами всех святых во всех писаниях и законоположениях определены силою Божию к истреблению греха. Ибо для того, чтобы иметь нам надежду в покаянии, ухищрялись они предотвратить в нашем чувстве страх отчаяния, почему всякий человек поспешал бы прийти в покаяние и не грешил бы небоязненно. Ибо вот Бог всеми мерами во всех писаниях внушал страх и показывал, что грех ненавистен ему. Как погиб в потопе современный Ною Рот? Не запахотливость ли, когда люди с неистовством вожжелали красоты дчерей Каиновых? Не было же в то время сребролюбия, идолослужения, волхования и войн. За что и садомские города пожжены огнем? Не за то ли, что члены свои предали вожделению и нечистоте, которые по воле их владели всеми ими во всех скверных и непристойных деяниях? Не за любодеяние ли одного человека в одно мгновение подпало смерти двадцать пять тысяч сынов первенца Божия Израиля? За что отвержен Богом сей Исполин Сампсон, который в матерней утробе отделен и освящен был Богу, о котором, как об Иоанне, сыне Захарином, до рождения благовестил ангел, и который сподобился великой силы и великих чудес? Не за то ли, что святые члены свои осквернел сожитием с блудницей? За сието удалился от него Бог и предал его врагам его. А Давид, муж по сердцу Божию, за добродетели свои, сподобившийся того, чтобы от семени своего произвести обетование отцов, и чтобы высиял от него Христос во спасение целой вселенной, не наказан ли за прелюбодеяние с одной женою, когда глазами своими увидел красоту ее, и пала стрела в душу его? За сие Бог воздвиг на него брань в дому его и изгнал его, проишедший от чресл его. Хотя Давид со многими слезами приносил покаяние, так что и постелю свою омочал слезами, и Бог изрек ему через пророка «Господь, от я, согрешение Твое». Вторая книга царств, глава двенадцатая, стих тринадцатый. Намереваюсь воспомянуть и о некоторых прежде него. За что гнев Божий и смерть пришли на дом священника Илья, праведного старца, сорок лет украшавшегося священству? Не забеззаконили детей его, Офни и Финиеса, ибо не согрешил сам он, и они грешили не по его на то согласию. Но по Илеку не было у него ревности наказать их за преступления пред Господом, и отец любил их более, нежели повеление Господни, чтобы не подумал кто, что Господь на тех одних, которые все дни жизни своей и жили в беззакониях, являет гнев свой за этот безрассудный грех, показывает ревность свою на близких к нему, на священниках, на судьях, князьях, людях, освященных ему, которым верил чудотворение. Сим дает знать, что Бог никогда не оставляет без внимания, как скоро являются приступившие законоположение его, как написано у Иезекииля, сказал человеку, которому заповедал я истребить Иерусалим невидимым мечом, начни с предстоящих жертвеннику моему, и не именуй старца и юношу. Книга пророка Иезекииля, глава 9 стих 6. Асим показывает, что близки и любезны ему те, которые в страхе и благоговении ходят перед ним и исполняют волю его, и что святы пред Богом доблестные дела и чистая совесть. Уничижающих же пути Господни и Он уничижает и отвергает их от лица своего и отъемнет у них благодать свою. Ибо за что вышел внезапно приговор на Валтасара и как бы рукою поразил его? Не за то ли, что посягнул на неприкосновенные приношения ему, какие похитил в Иерусалиме и пил из них сам и наложницы его? Так и те, которые посвятили члены свои Богу и снова отваживаются употреблять их на дела мирские, погибают от невидимого удара. Поэтому не будем в ожидании покаяния с отважностью, подаваемую нам божественными писаниями, презирать словес и угроз Божих и пригневлять Бога несообразностью деяний своих и осквернять члены, которые однажды навсегда осветили мы на служение Богу. Ибо вот и мы освящены ему, как Илья и Елисей, как сыны пророческие и прочие святые и девственники, которые совершали великие чудотворения и лицем к лицу беседовали с Богом и все бывшие после них, как то Иоанн девственник и святой Петр и прочий лик благовестников и проповедников Нового Завета, которые осветили себя Господу и прияли от Него тайны, одни из уст Его, другие через откровение и стали посредниками Бога и человеков и проповедниками Царства во Вселенной.